Ответят на все вопросы. В Кунгуре продолжаются встречи с населением, на которых участковые рассказывают об итогах года, а представители власти ведут личный прием. На одной встрече в выходные побывала и наша съемочная группа. На очередную встречу с гражданами, посвященную подведению итогов работы участковых уполномоченных, откликнулись считанные единицы кунгуреков. А вот заявленные гости хоть и в субботний день, но прибыли в полном составе. Помимо представителей полиции, во встречах второй год подряд принимают участие представители администрации, городские депутаты, прокуратура Кунгура. Первая часть встречи посвящена итогам года. На четырех участках за 2019 год совершено 209 преступлений, большая часть из которых – кражи, в том числе и подростками. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся, это, конечно, сетевые магазины, то есть кражи, мелкохищение сетевых магазинов. Регулярно в микрорайоне происходят рейды с общественным контролем. Протоколы на продавцов, продавших алкоголь несовершеннолетним, составляются еженедельно. Колоссальный рост показывает статистика краж с банковских карт кунгуреков. Несмотря на предупреждение, люди доверчиво следуют указаниям лже-представителей банков и лишаются денег. В 2018 год было 150 только возбужденных уголовных дел. За 2019 их уже 260. Это не считая тех заявлений и обращений, по которым мы материалы направлены в другие территории. То есть почти в два раза больше стало суммы, если брать ущерба и те денежные средства, которые теряют наши граждане, начиная от трех тысяч, заканчивая 240 тысяч, было бы за вчера. Полиция просит граждан быть более активными, приходить на участковые пункты, делиться своими проблемами и сообщать о правонарушениях, совершаемых на участках. Это надо делать, надо помогать органам. Ничего зазорного нет, страшного нет. Просто эту заразу уже как-то искорнить совместно. Провели опять же с гражданами совместный рейд по Нагорному, задокументировали факты реализации алкоголя, составят протокол, суд уйдет. Я думаю, что получит человек 4 тысячи рублей из кармана, из бюджета, который возьмем. Будем регулярно эти мероприятия проводить. Кунгуряки получают возможность задать интересующие вопросы. Они обращают внимание на свисающие глыбы льда с одного из зданий на улице Батальонной. Делятся коммунальными проблемами, интересуются, как обустроить во дворе баскетбольную площадку. Софинансирование идет вместе совместно с жителями. И до 30-25-30% идет софинансирование. В принципе, можно подумать, там у вас, если все, что называется, все вместе собрались в миру по нитке, может, можно как-то организовать это все? Давайте подумаем. Подобные встречи состоятся во всех городских микрорайонах. Возможность пообщаться напрямую с представителями власти есть у каждого. Следите за объявлениями. Откуда?